И всем привет, ребят, с Мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы протестируем новый обновленный Гаусс, который стал жестче. Насколько сильнее повлияло увеличение скорости снаряда на эту пушку, сегодня мы вместе с вами узнаем. Ну и насколько она стала актуальна, а может не актуальна до сих пор, да, все-таки вы знаете, что по балансу на сегодняшний момент времени, ну как на сегодняшний, до этого обновления эта пушка была, ну такая, средненькая, да. Что произошло с увеличением скорости, я честно не знаю, но вижу, что уже игроков на этой пушке в матчмейкинге стало значительно больше, поэтому мы сегодня возьмем крупнокалиберный снаряд, ну и возьмем что-нибудь по типу Гаусса Крусейдера под кризисом, попробуем реализовать и посмотреть, что у нас из этого получится. Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике установить ему лично и так. Так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что касаемо режимов, то сегодня мы сыграем стандартную, дефолтную, мою любимую, ТДМ очку, именно этот режим идеально подходит для реализации нашей комбинации, ну и посмотрим, насколько там будет велика нагибательная способность этой комбины. Как вы знаете, смака с повышением скорости снаряда стала супер актуальна и конкурентоспособна, посмотрим, дала ли эта скорость снаряда Гауссу такие же возможности. Так, закидывает меня на перезарядку, ух ты, нифига себе, 3000 скрита, это как такое может быть вообще? Перезарядочка у нас на пушке не поменялась, да, у нас поменялась только лишь скорость снаряда. Повышенная скорость снаряда, как я вижу, дает уже неплохой мне бустинг, и креточек в виде 3000 выглядел тоже очень и очень неплохо. Теперь нам надо проверить, что у нас будет со сводочкой, да, со сводочкой, будет ли у нас... Ой, вкусненький урончик со сводочки у нас будет, только вот единственная перезарядка после этой сводки у нас крайне долгая, но 2000 урона со сводочки, с Гауссика, по вкусненькому, залетает, хорошо, четко, хорошо, четко, четверочку добавляем сверху, оудишка у нас появляется, сразу еще оудик на четверочку, выдаем по противнику сплэш урон, урон у нас все так же вкусненький, с Гауссика залетает, ну и будем пробовать тащить эту каточку, будем пробовать тащить эту каточку, будем пробовать камбэкать, резистов у нас от Гаусса в матчмейкинге практически нету, что нам дает еще большей возможности на реализацию, ну и надо еще стараться контролить овердрайвы, так, здесь у меня такого угла не будет, поэтому на откатике вниз мы тысячечку вкусненькую дать можем, по этому страйкеру, ну и по-хорошему было бы его вообще оттуда добить, хотя у него что? А, у него такое устройство, которое ничего не сделает на такой дистанции, поэтому даем свадейлу сразу по бойцу еще одному, Магдум здесь начинает мне тоже накидывать, ну и пока что, если честно, если честно, пока что выглядит очень неплохо, да, даже вот с таким балансом, это скорость снаряда в моменте, которая дает возможность прям моментального подлета вашего снаряда до противника, ну, выглядит интересно, наверное, надо было еще попробовать эту темку с не Крусейдером, а с Викингом, потому что, что смока с Викингом очень вкусно начало смотреться, что может быть, и эта замечательная пушечка начала с Викингом смотреться куда поинтереснее, но на этот момент, если будет интересно, то в ближайшем будущем мы проверим, сегодня уже переодеваться не будем, останемся на том сочетании, которое у нас есть сейчас, потому что с Крусейдером такие комбины смотрятся очень и очень круто, ну и по киллам выглядит хорошо, да, выглядит прям очень хорошо, даем тычку такую, сразу добавочку сводочки по мосту по хопперу, ваншотики ему тоже вкусненькие залепливаем, так, ну и у нас есть там диктатор на дистанции, по-хорошему, ну ладно, давайте не диктатор, давайте Титанчика, сводка, после сводки перезарядка с крупными калибрами долгая, но урон хороший, урон реально хороший, даже с такой долгой перезарядкой, как будто бы есть возможность на реализацию, сплэш тоже довольно неплохой, 2.300 просто с одного выстрела, с одной тычки 2.300 залетает, но это вкусно, так, с подъемчику чуть вниз тут спустимся, оп, своделочку вкусненькую даем, так, чуть-чуть подсейвились, чуть-чуть подсейвились, чтобы по нам здесь не постреляли, и сводку сразу по гауссику хорошему, по Титанчику залепливаем, 95% овердрайва у меня есть, соответственно можно еще и овердрайв здесь под реализацию дать, попробовать, так, ну и давайте под накидочку вот такую даем, хорошо, сводейла залетает, так, мне кто-то в спину тоже здесь сводится, какой-то страйкер, да, я так понимаю, а, мне сводит вот этот чел, который стоит здесь сверху, он до сих пор здесь стоит, я уже думаю, его давным-давно слили, так, сводка по двоим, шикарнейшая, не, ну сплэш урон от сводки очень хороший, да, то есть этот момент вы всегда можете себе реализовывать в плюс, и это работает прям шикардосовски, ну и криты, кстати, от одиночных тычек тоже выглядят неплохо, так, хочется мне слить этого страйкера, поэтому сделаем вид, что мне на него пофиг, но нет, он сразу по мне хочет эту сводейлу давать, не дает мне возможность, его даже как-то набрить, потому что я на крусейдере, у меня раскачки нету, мне бы хотелось бы его бы, конечно, отсюда забрать, так, отсюда мне угла хватает, ух, хватает уголочка, хватает уголочка, но он сейвится, откроется, нет, гаусс мне быструю сводку дает, здесь можно было бы, кстати, поменять резист от противников, здесь гауссов много, и вообще, в принципе, видите, да, что игроки играют на гауссах в большом количестве, после этой обновы, соответственно, значит, пушка реально стала смотреться намного, намного интереснее, потому что я особо сильно в последнее время уже гауссов в матчмейкинге не видел, да, тут у нас прям сколько, у нас прям 3-4 гаусса в этом бою имеется, так, давайте поменяем резист, возьмем от скорпиона, ой, от скорпиона, говорю, от страйкера, от гаусса, и что там еще у нас было такое, ну, давайте от рельсы оставлю, наверное, гаусс страйкер вот так возьмем, два резиста, которые я видел точно, которые здесь нужны, так, ну и пробуем сразу по хоперу дать, свадейла ваншотная, свадейла ваншотная, то есть мне даже здесь ничего добавлять не надо, я просто со сводки ваншотаю оппонента, так, ну и гаусс меня тоже здесь довольно быстро обрабатывает, 17 кило в 5 минут до конца, катка полностью сливная, бесшансовая даже, я бы сказал, но есть возможность сводки по двоим, магнум стоял чуть-чуть дальше, я думал, что по двоим залетит, но, к сожалению, по второму у нас не залетело, так, ну и пробуем выкатывать на мост, с возможностью вот такой вот оудишечки, хорошенькая, залетает в пиксулечку, здесь можно свадейла, ой, шикарная, под гауссика залетает, у него там еще и 25 тысяч мин стояло, ну и еще одну тычку хорошую, сразу даем на 2 300, под кризисом смотрится очень круто, этот обновленный гаусс, хоть и я бы не сказал, что так много возможностей дополнительной реализации вот этой вот скорости снаряда, но все равно в моменте, когда вам надо дать быструю тычку, это работает, ну и по большей части еще это работает из-за того, что резистов нет, резистов у нас от гауса нету сейчас от слова совсем, да, никто у нас не использует реза, соответственно, эта пушка смотрится очень и очень круто, но катка у нас полностью сливная, к сожалению, 22 кила мы сделали, постараюсь дотянуться здесь хотя бы до 30, что будет хорошим результатом, так, есть ли у нас несколько противников в одном месте, еще по мне успевает этот гаусс быстро свестись, я по нему такую сводку быструю не могу успевать давать, так, полторушечка залетает, здесь мне угла, ой, хорошо, 2300, нет, даже ваншотные вот эти вот тыки с крупным калибром работают прям великолепно, здесь прям добавочка очень вкусненькая, так, ну и было бы неплохо вообще бы, наверное, дать вот такую еще сюда на 2200, 25 киллов у нас уже имеется, ну и остается еще пятерочку дать, и будет уже очень и очень неплохо, за 3 минуты, в принципе, у меня возможности есть, магнум прожимается, пытается накидать, но его я в обратку тоже слить успеваю, нужно постараться теперь реализацию оудишки сделать, здесь по хопперу можно одну тычку дать, и этим уже его добить, 2300 на добавочку, но 2300 с одного выстрела, это очень хороший урон, если честно, 2300 с одной тычки, это очень хороший урон, титан пытается у нас сводиться, там сводится у нас еще и диктатор, так, титан стоит на открытую, блин, не успел я аптечку прожать, хотел аптеку прожать, и сразу ему овердрайв, в голову добавить, но, к сожалению, не успел этого сделать, пока у него купол работает, он на широкую стоит, и отличную сосулендру в голову ловит, так, теперь добавочку бы какую-то бы дать сюда по гаусику, хорошо, забираем гаусика, по мне сразу сводейла от страйкера, сразу 8 ракет, меня залетает тоже в головешку, 8 киллов остается противнику до конца боя, ну и очередная мертвейшая катка, если честно, но даже с очередной мертвейшей катки, мы даем, ну, довольно хорошее количество киллов, 30-ка, 30-ка, при том, что это была начатая катка, это был не нулевый бой, я считаю, что это довольно-таки хороший результат, и гаусс, как пушка кемперская, она снова актуальна, актуальна и может показывать хорошие результаты, давайте зайдем еще на форум, быстренько посмотрим, все ли правильно, я посмотрел насчет изменений гаусса, да, потому что у нас точно увеличивалась скорость снаряда этой пушки, да, просто скорость снаряда у нас увеличилась, больше ничего в этом плане не поменялось, но я сказал бы, что даже такое минимальное изменение, оно всегда положительно сказывается на пушках, да, может быть это не супер жесткая имбища, но новый обновленный гаусс уже выглядит куда интереснее, и с крупным калибром, может давать хорошие результаты, особенно если вы любите кемперить, и стоять на одном месте в матчмейкинге, пишите, что вы думаете по поводу нового обновленного гаусса, обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok